МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые ученики! Начинаем урок музыкальной культуры. Сегодняшняя наша тема – «Воспеваем Родину». Всех вас поздравляю с праздником нашей независимости и с новым учебным годом! Родина – это наша планета Земля. На ней очень много людей живут. Каждая страна называется по-разному. И каждый народ, и каждое государство отличаются друг от друга своими символиками. Что такое символика? Символы объединяет народ в нацию, придают ему государственность. Посмотрите, сколько много флагов! Один из символов государства является флаг. Также имеется еще одна символика – гербы. Гербы изображают государство. Наши независимые государства, Узбекистан, тоже имеют свои символики. Это, конечно же, наш государственный герб, государственный флаг и государственный гимн. Государственный гимн Республики Узбекистан написали поэт наш Абдулла Арипов, а музыку написал Мутал Бурхонов. Дорогие ребята, имеются свои правила во время исполнения гимна. Я попрошу всех встать с места, положить руку на грудь и исполнить государственный гимн Республики Узбекистан. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как и в каждом деле есть свои правила, так и в музыке имеются свои правила. Например, правила пения. Если вы сидите, надо сесть ровно, если вы поёте стоя, спинки должны быть выпрямяты. Держать без напряжения, петь естественным голосом, избегая резкого звучания, рот открывать вертикально, не растягивать в ширину во избежание крикливого белого звука. Нижние челюсти свободны, губы подвижны, упруги. Вот как надо сидеть. Правильная осанка. Если вы будете сидеть правильно, вы будете здоровы и красивы. Также надо правильно дышать. Во время пения одну фразу исполнить на одном дыхании. Человеческий голос – это прекрасный и доступный каждому музыкальный инструмент. А пение создаёт самые благоприятные условия для формирования общей музыкальной культуры. Я не зря прочитала эту цитату. Мы сейчас с вами будем изучать новую песню. А перед пением давайте мы немножечко разогреем голосовые связки. С детства мы знаем любимую песенку про ёлочку. Давайте на этой маленькой песенке мы проведём распевку. Вспомнили? Мы будем её постепенно повышать на полтона. Слушаем внимательно. Маленькой ёлочке холодно зимой. Подготовились? Будем распевать голос. Пожалуйста. Маленькой ёлочке холодно зимой. 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 Спасибо. А теперь мы с вами будем знакомиться с новой песней. Песня называется «Край, в котором ты живёшь». Наша тема была «Воспеваем Родину» и мы будем петь песню о Родине. Написал слова этой прекрасной песни поэт Юрий Сергеевич Энтин. А музыку к ней сочинил композитор Геннадий Гладков. Ребята, мы сейчас послушаем новую песню «Край, в котором ты живёшь». Пожалуйста, слушаем внимательно. Мы играем возле дома и зимой и летом. Всё давным-давно знакомо в старом доме этом. Посмотри, как хорош дом, в котором ты живёшь. Посмотри, как хорош дом, в котором ты живёшь. Слышишь, улица родная, нет тебя чудесней. Мы по улице шагаем вместе с нашей песней. Посмотри, как хорош город тот, где ты живёшь. Посмотри, как хорош город тот, где ты живёшь. Дружным нашим классным хором песенька поётся, Край, который с детства дорог Родиной зовётся. Посмотри, как хорош, край, в котором ты живёшь. Посмотри, как хорош, край, в котором ты живёшь. Ну как, вам понравилась песня? Тогда мы будем её изучать. Красиво ровно сели, подготовились. Слушаем внимательно и повторяем со мной. Слова. Мы играем возле дома и зимой и летом. А теперь вместе с мелодией послушаем. Мы играем возле дома и зимой и летом. Повторим вместе со мною. Пожалуйста. Мы играем возле дома и зимой и летом. Молодцы. Следующую фразу слушаем. Всё давным-давно знакомо в старом доме этом. Пожалуйста, повторим вместе со мною. Всё давным-давно знакомо в старом доме этом. Я понимаю, что здесь немножко сложный ход. Поэтому помедленнее, пожалуйста, ещё раз. Всё давным-давно знакомо в старом доме этом. Молодцы. Продолжаем. Посмотри, как хорош. Повторяем. Посмотри, как хорош. Молодцы. Следующая фраза. Дом, в котором ты живёшь. Повторяем. Дом, в котором ты живёшь. А теперь вместе соединяем фразы. Посмотри, как хорош. Дом, в котором ты живёшь. Молодцы. Запоминаете? Тогда продолжим. Повторяем. Повторяем. Эту же слова, только чуть-чуть повышенным тоном. Посмотри, как хорош. Том, в котором ты живёшь. Пожалуйста, вместе со мною. Посмотри, как хорош. Том, в котором ты живёшь. Как хорош, так懂. Повторяем. Повторяем. Но вы не сможете, когда ты живёшь. Как вы понимаете, как ты живёшь. Повторяем. 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 как хорош дом, в котором ты живешь. Посмотри, как хорош дом, в котором ты живешь. Вот такую замечательную мелодию написал композитор Геннадий Гладков. Теперь закрепим этот куплет вместе с аккомпанементом. Слушаем вступление, а потом вступаем вместе. Мы играем возле дома и зимой, и летом. Все давным-давно знакомо в старом доме этом. Посмотри, как хорош дом, в котором ты живешь. Подготовились. Теперь мы будем изучать второй куплет. Слова выговариваем точно и аккуратно. Пожалуйста, вместе со мною. Слышишь, улица родная, нет тебя чудесней. Молодцы. Следующая фраза. Мы по улице шагаем вместе с нашей песней. А теперь вместе со мною. Мы по улице шагаем вместе с нашей песней. Молодцы. Вторая фраза точно такая же, как и первая, только вместо окончания дома мы поем город. Послушайте, как это звучит. Посмотри, как хорош город тот, где ты живешь. Пожалуйста, вместе со мною. Посмотри, как хорош город тот, где ты живешь. Молодцы. То же самое слова, только повышенным тоном. Посмотри, как хорош город тот, где ты живешь. Теперь попробуем второй куплет спеть целиком. Пожалуйста. Слышишь, улица родная, нет тебя чудесней. Мы по улице шагаем вместе с нашей песней. Посмотри, как хорош город тот, где ты живешь. Посмотри, как хорош город тот, где ты живешь. Молодцы, ребятушки. А теперь попробуем закрепить эту песню, спев первый и второй куплет. А третий куплет будет вам самостоятельной работой. Подготовиваясь, спинки выпрямили. Слушаем вступление и поем песню «Край, в котором ты живешь». Пожалуйста. Мы играем возле дома и зимой, и летом. Все давным-давно знакомо в старом доме этом. Посмотри, как хорош дом, в котором ты живешь. Посмотри, как хорош дом, в котором ты живешь. Слышишь, улица родная, нет тебя чудесней. Мы по улице шагаем вместе с нашей песней. Посмотри, как хорош город тот, где ты живешь. Посмотри, как хорош город тот, где ты живешь. Молодцы, ребята. Смысл этой песни говорит о том, что мы должны посмотреть, как же прекрасен этот мир. Наш город, наш край, наша улица, наш дом. Конечно же, если вы будете внимательны, вы заметите, на какой прекрасной мы в стране живем. Дорогие ученики, сегодня мы с вами говорили о нашем государственных символиках. Это был герб, флаг и гимн. Также мы с вами изучали новую песню «Край, в котором ты живешь». Дорогие ребята, запишите, пожалуйста, самостоятельное задание. Выучить слова кимна, повторить правила пения и обязательно спеть песню «Край, в котором ты живешь». На этом наша встреча заканчивается. До новых встреч! Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня я проведу урок изобразительного искусства во втором классе. Тема нашего занятия – цвет и тона. Сегодня мы поговорим о природе и цветах. Знаете, ребята, сколько цветов у радуги? А давайте, ребята, с вами вспомним поговорку и посчитаем, сколько цветов у радуги. А вы знаете эту поговорку? Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Сколько цветов получилось? Семь. А теперь, ребята, давайте вспомним основные цвета. Какие основные цвета вы знаете? В первом классе вы уже проходили основные цвета. Желтый цвет, красный цвет, синий цвет. Если мы смешаем желтый и синий цвет, то получим зеленый цвет. Если мы смешаем желтый и красный цвет, то получим оранжевый цвет. Если мы смешаем синий и красный, то получим фиолетовый цвет. Эти цвета называются вторичными цветами. А вот посмотрите, какой круг. Здесь же есть еще цвета. А как они получились, ребята? Нужно смешать желтый цвет и оранжевый цвет, и получится желто-оранжевый. Если мы смешаем красный цвет и оранжевый цвет, мы получим красно-оранжевый цвет. Если мы смешаем синий и фиолетовый, то получим синий, фиолетовый. Если мы смешаем зеленый и желтый, то мы получим цвет желто-зеленый. А эти цвета, ребята, называются третичные, потому что мы смешивали уже смешанные цвета. А теперь, ребятки, давайте вспомним. Мы рисуем, и на рисунках, ребятки, нам всегда где-то надо светлую краску показать, темную нам надо показать очень ярко или наоборот бледно. Для этого есть растяжка. То есть мы берем цвет и растягиваем краску. Опять берем насыщенный цвет и тянем кисточку. Вот это показана цветовая растяжка. Также синий цвет. Синий цвет набрали на кисточку и растянули краску. И нужно, ребятки, нам это для того, чтобы применить это на уроках рисования. А теперь посмотрите, какие символы цветов. Зеленый цвет – символ матушки природы. Зеленые деревья, кусты. Синий цвет – символ неба, космоса, мира. Красный – символ победы, огня, радости. Желтый – символ святости, света, солнца. И черный цвет символизирует печаль, траур и цвет боязни. Белый – символ чистоты, свободы и счастья. А здесь, ребята, я хотела вам показать, как правильно держать кисточку. Если вы рисуете большие плоскости, то есть вам надо раскрасить небо или травку, кисточку можно держать подальше. А если вы хотите что-то прорисовать, мелкие детальки у работы, то кисточку лучше всего держать поближе. Вам будет так очень удобно рисовать. А теперь посмотрите, какую природу красивую рисуют художники. Ведь цвет в живописи очень-очень важен, ребята. И советский художник написал картину «Хива. Три карагача». И художник Узбекистана Тахиров «Золотая осень». Посмотрите, как изобразили, какое пространство, какие поля, деревья. А теперь посмотрите на веселые цветы, которые очень вас радуют. И мы все любим очень цветы. А это, ребята, натюрморт. А сегодня на уроке мы тоже будем рисовать цветок. Посмотрите, для того, чтобы нарисовать цветок, ребята, сначала, в первую очередь, вы должны подумать, какого размера будет у вас цветок. Вы должны правильно его закомпоновать. А что это такое за слово «закомпоновать»? Компоновать – это значит правильно разместить, расположить на заданном формате, то есть на вашем альбомном листе. Определите, ребята, высоту, длину, ширину. И вот когда вы все определите, потом вы можете слегка рисунок набросать, то есть прорисовать какие-то уже моменты. Но когда вы рисунок набросали свой задуманный, вы начинаете его прорисовывать более четко. Но у меня к вам ко всем огромная просьба, ребятки, какая? Не забывайте, что когда вы начинаете рисовать, вы берете карандашик и начинаете сильно на него давить. Но вы не забудьте, что если вы будете стирать, останется след, который не сотрется резиночкой, и вам придется очень долго тереть, чтобы такого не произошло, то вы сами себе скажите, пусть карандашик мой споет песенку. Когда вы будете рисовать, проводить линию, карандашик чик-чик-чик-чик, будет слегка-слегка петь песенку вам, и получится очень хороший рисунок. А резиночкой вы потом карандашик сотрете, и следа не останется. А потом, ребята, вы будете работать краской. А сейчас, ребятки, я вам покажу, как нарисовать цветок. И домашним заданием для вас будет нарисовать в альбоме цветок. Вы можете, кто хорошо-хорошо рисует, не один цветок нарисовать, а несколько цветов нарисовать. Давайте, ребята, начнем рисовать цветок. Первое, что вы должны сделать, подумать, какого размера вы хотите нарисовать цветок. то как он будет расположен на листе. То есть вы думаете о том, как правильно закомпоновать, то есть расположить. Вы подумаете о том, как будет стебелек у цветочка. Какого размера будет сам цветок. Форма у цветка вот такая вот в виде стаканчика или в виде овала. Вот вы его нарисовали. Обратите внимание, что я не нажимаю на карандашик сильно. Потом я прорисую стебелек. Вот я прорисовала стебелек. Мне хочется изобразить тюльпанчик. Он очень простой формы. Я точно знаю, что вы справитесь с этой работой. И у вас получится очень красиво, ребята. А теперь посмотрите. Мне же нужно нарисовать еще и листочки. Какие они по форме? Нарисуем мы два лепесточка. Они вот так будут изогнуты по форме. Видите, я не нажимаю на карандашик. И когда я стираю, у меня даже следа не остается. Только наметила. А потом мне надо более четкий сделать рисунок. Убрать лишнее, потереть. Вы тоже так сделаете. Посмотрите, подумайте. А вдруг вы хотите что-то изменить? Поэтому вы возьмете карандашик и резиночкой подотрете, где нужно, где не нужно. Посмотрите. Главное, в вашем рисунке сейчас, в данный момент, вот у меня карандашик песенку поет. Чик-чик-чик-чик. Главное, ребята, чтобы вы не торопились, а спокойно нарисовали. Вот у меня получился цветочек. Перед тем, как, ребята, рисовать красками, если у вас очень ярко выражено карандашом, возьмите резиночку, подотрите. Когда вы подотрете свою работу вот эту, у вас все равно остается зрительная память, и у вас рисунок будет смотреться уже лучше и нежнее. Аккуратнее будет смотреться работа. Поэтому подотрите сначала карандашик, а потом начнете рисовать. Ну, я начну с тюльпанчика, цветочка. Раскрасьте сам тюльпанчик. А теперь зеленый цвет. Вот так. Пока. Продолжение следует... Это выполнить несложно, ребята. Главное – аккуратно. Если вдруг, ребята, у вас краска растеклась, ничего страшного нет. Не бойтесь, если даже она смешалась между собой. Вы считаете, что это живописный прием, и не думайте, что работа будет испорчена. Когда краска высохнет, вы сверху можете прорисовать еще раз. Вот у меня получился цветок. Если вы хотите, вы можете добавить немножко вот так вот травки вот здесь. Как будто бы цветочек растет из земли. Где-то на клумбе, а может расти где-то в поле. Если вы вот так вот дорисуете, он будет законченным вариантом. Вот, ребята, вот такую работу вы можете аккуратно сесть и выполнить. Урок, ребята, закончен. Вам задание – нарисовать в альбоме такой цветок. Я желаю вам творческих успехов, чтобы вы красиво-красиво все нарисовали. И я знаю точно, что вы все очень любите рисовать. До новых встреч, ребята! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, дорогие ребята! Ребята, вы, наверное, очень соскучились по школе и особенно по урокам технологии. Ребята, сегодняшняя наша тема – правила техники безопасности на уроках технологии. Дорогие ученики, так как предмет технологии изучается посредством выполнения практических занятий, вам следует обязательно соблюдать и знать все правила техники безопасности. Каждый ученик должен работать только на своем рабочем месте. При коллективном выполнении работы ученики должны хорошо знать закрепленные за ними обязанности. Ребята, перед началом работы правильно подготовьте рабочее место. То есть расставьте все инструменты, приспособления, принадлежности так, чтобы вам было удобно работать. Всегда содержите рабочее место в чистоте и в порядке. Не используйте тупые или непригодные для работы инструменты. Рабочие принадлежности держите так, как показал учитель. Берегите рабочие принадлежности, используйте их по назначению. После употребления мойте и обязательно протирайте. Старайтесь выполнять порученную работу аккуратно, красиво и последовательно. Предупреждайте учителя о рабочих принадлежностях, которые пришли в негодность во время работы. По окончании работы приведите рабочее место в порядок. Храните ножницы в подведенном для него месте, закрытыми обязательно. Держите ножницы острием вверх. И когда работаете, ребята, ни в коем случае не размахивайте ножницами. Не оставляйте ножницы в раскрытом состоянии после использования. Не работайте с ножницами во время ходьбы. Протягивайте ножницы другим, конечно, ручкой вперед. Работая с ножницами, следите за направлением линии разреза и пальцами руки, поддерживающей материал. Не работайте с непригодными ножницами. Отдайте их учителю. Пользуйтесь канцелярским ножом при помощи учителя. Это очень опасно. Используйте канцелярский нож так, как показал учитель. При резке не давите на нож очень сильно. И когда вы дома работаете, обязательно работайте под присмотром взрослых. Правила работы с иглой. С иглой обязательно нужно работать осторожно и аккуратно. Закончив работу с иглой, накопите ее на специальную подушечку. Никогда не кладите иглу в рот. Это очень опасно. Перед работой и после нее перечислите их. И обязательно найдите недостающие иглы. Ребята, иглы очень опасные. И храните их в специальных коробках. И можно положить на дно коробочки магнит. Тогда они не потеряются, ребята. Ребята, на уроках технологии нам нужны следующие учебные принадлежности. Линейки, ножницы, карандаши, клей ПВА желательно. ПВА клей хорошо клеит. И кисточки. Ребята, на уроках технологии нам нужны следующие материалы. Бумаги разные. Цветные. Цветные бумаги бывают двух видов. Бумажные. Вот такие. И картонные бумаги. Картонные бумаги в основном используются для основы аппликации и открыток. Конечно, мы будем работать, ребята, пластилином. И обязательно, ребята, мы будем работать с природными материалами. Ребята, на уроках технологии нужно обязательно соблюдать все правила и работать аккуратно. На экране вот девочка работает тоже очень аккуратно, работает кисточкой. Всегда, когда вы работаете клеем ПВА, обязательно нужно работать кисточкой. То есть нужно намазать в серединку, а потом на края. Вот мальчик тоже на экране изображен, тоже работает с пластилином очень аккуратно. Девочка работает с ножницами, и ученики тоже работают с клеем аккуратно. На экране изображены рыбки. Эта композиция изготовлена из природных материалов, из листьев. Обратите внимание, листья осенние, желтые. Тоже такая композиция, интересная, необычная, из шишек и каштана. Ребята, на экране изображена очень необычная композиция из семян. Посмотрите, что это такое. Это цыпленок. Очень интересная, необычная композиция из шишек. Из каштана. Посмотрите, вот очень интересно. Из веток дерева. И вот видите, осенние листья. Это композиция. Смотрите, ребята, очень интересная, необычная. Тут мышки. Мышки из каштана. Композиция из осенних листьев. Тут изображен виноград. Тут, видите, тут тоже ветка дерева и каштан. Виноград из каштана изготовили. Ребята, посмотрите на эту композицию и ответьте на вопросы. Что изображено в этой композиции? Второй вопрос. Из каких материалов изготовлена эта композиция? Домашнее задание будет, ребята, для вас изучить новую тему, прочитать и выучить наизусть все правила техники безопасности, которые вы должны соблюдать на уроках технологии. Ребята, на этом наш урок окончен. Всего хорошего. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok